Всем здарова ребят! Ну что у нас сегодня такой немножко разговорный видосик. Будем готовиться к прохождению восьмых кошмарок на три звезды. Я некоторые герои вернул обратно, прокачал например Атланта, шапку для тестов, Минотаврик также у нас есть. В общем будем пробовать зафармить восьмые кошмарки на три звезды. Ронина я в принципе брать не буду. Можно было это все сделать раньше, просто Ронина отвзять. Он был у нас когда был багованный, им просто ушатать. Но мы этого не делали, мне было честно в реале, да и сейчас тоже не особо хочется трешевать. Но надо пройти все-таки и будем пробовать с вами найти какие-то оптимальные составы. Пишите в комментах свои вариации, какие вы хотите возможно составы потестить. Что тут у нас по патам? Давайте так. У нас есть три питомца на сегодня. Феникс, Цеп, Цыплин и Кролик, которые самые такие топовые для подземок. У меня также есть обалденные герои, которые просто мега прокачек, которыми я буду проходить у себя. Так, где-то душик, битва гильдии уже в принципе прошла. Можно выпускает душ манчика. Вот он. Вот такая вот сборка душика позволяет тоже питомцами фармить. Так, давайте на него, наверное, лучше поставим яйца голового кролика. Вот его. Так, есть. Вот такая у него снаряга. Он даже не прокачан по сути на максималку. То есть, как видите, не знаю, карта есть. Отлично, карта есть. Давайте что-то пошаманим, потрешуем. Попробуем словить уклоны. Но это, конечно, нереально. Два пятых уклона. Мне только один раз повезло. В остальные все разы падало. Вот смотрите, два крита. Нафига ему два крита? Можно, конечно, сделать ему 7-7, но это будет не то. Вот даже так. Вот такая вот сборка нам позволяет без проблем держать оборону в подземке. Так, душика мы собрали. Сюда кого мы поставим? Давайте поставим дрейка. Такая вот сборка с ангелом. Надо белочку, может повезет. Так, здесь мы однозначно меняем. Ставим топового ржая. Вот такой вот вырожай у нас будет. Именно АСО, оно лучше, чем Оглинка для подземок, для фарма. Оглинка против зефиров. Так, вот такая вот сборка у нас будет. Плюс мы сюда добавим цепа. Так, есть. Трайки есть. Зефир, потестируем такую сборку. Феникс. Попробуем Феникса, кстати. Ну, не хочет меняться. Есть, поменяли. Так, и вместо Фобы поставим Минотаврика на добивочку. Вместо маскировки поставим железку, чтобы он не сталился и не забирали энергию. Железки, кстати, здесь тоже пригодятся. На него мы поставим Дрогу. Для него это вообще самый топовый вариант. Это тоже уже показываю. Так, Драйк. Ну, вроде все. Таким вот составом. Поехали, начнем сейчас фармить. Давайте, кстати, вот я никогда не беру. Давайте еще возьмем Кильдийскую магию. Если я сейчас ее найду. Так, это у нас тут в сундучке. Так, раз и два. Ну, по магии, все стабильно, все стандартно. Я всегда пользуюсь таким вот набором. Но здесь надо будет немножко поменять. Здесь, например, ускорялки не надо. Так, это надо. Ускорялки не надо. Можно поставить Метевор. И можно поставить Разрушение. Так. Окей. Глыбу взяли, то взяли. Поехали. Восьмая. Начнем с первой. Начнем так по очереди все фармить. Так, ну, тут я уже показывал. То есть, вариация. Выкидываем. Два варианта. Вот эти вот герои. Они реально обалденно себя показывают с уклонениями. То есть, если у вас есть такие варианты, можете смело их ставить. Кидаете магию. То есть, здесь даже не надо, по сути, никакой магии. Это так, мы чисто надо девочку уже берем. Чтобы быстрее это все было прокатили. Еще и сейчас заморозку кинем. Единственные минусы это Асурики. На них очень быстро сливаются. Вот сейчас мы загремся на Асу. Видите, не успеваю, не успеваю загреться. И на Асе сливаются очень быстро. Вот выражай, по сути, на Асе сейчас сольется. Три Асурика и все, на отражалках мы просто слились. Так, я понял, сюда надо пробовать седну ставить. Так, давайте еще перезаходим, сделаем. Я уже давно бегал. Мы начали на стриме проходить как-то. Давайте вместо дрейка сюда поставим седну все-таки. Потом я буду менять вариации героя в разных. Даже шапку прокачал ради этого. Так, тут у нас будет такая вот седна. Ставим Рудольфика для защиты. Такс, поехали обратно. Все с самого начала. Так. Два. А я магию не взял. Ладно, попробуем без магии. Как и быть. Можно было бы выпустить и можно, в принципе, выпустить сюда дополнительно зефира. Но тут есть нюанс, что он, скорее всего, будет сливаться в такой сборке. Посмотрите, ворожайка сливается. Странно. Раньше он так не сливался просто. Вообще взгляну, может, я не того. Хотя, вроде, тот же ворожай стоит. Хм, интересно, интересно. Ловый уклон, причем, но душик не сливается. Очень странно. Ладно, давайте поставим на вырожай. Стопроцентный вариант на сегодня. Вальс. Можно, в принципе, Атланта поставить. Он у нас просто сольет там стрелковый, ну, стрелковый, в первую очередь. Остальные будут все-таки жить. Вот такой вариант. Тоже, в принципе, довольно-таки неплохой. Кидаем зефира тоже. Но видите, зефир. Там у нас на зефире маска стоит или нет? Что-то он не хилится, а во рожай сливаются. Да, от зефира с таким вариантом толку вообще нет. Все-таки надо его тоже ставить с вальсом. Ну, пробуем пока такой вариант. Смотр у нас тут будет сливать юнитов частично. Закинули ледяху. Ну, как видите, ледяха дамажит. А, он даже не задамажил. Вот так вот. Просто печально все. На этих два героя с уклонениями пока держатся. Сейчас пусть добьют стрелков. Тогда можно будет выкинуть миносика. Самое основное это убрать вот вариации какие. Если у вас есть уклонения, вы можете сделать такой же вариант. И попробовать самое основное смотрителями убрать стрелков. Выбираете стрелков. В данном случае они у нас еще пока есть. Сейчас пусть немножко дольше добьют. Ну, и так, в принципе, видите, 45%. Тогда можно кидать минотавра. Минотавр подъебет. Вот таким вот образом подъебет здание еще больше. Ну, если бы мы использовали сейчас с вами магию, то в принципе мы бы быстрее разбили эту подземку. Так, попробуем вариант реза сейчас. Пусть еще немножко подъебет. Так, она резнула. Минотавр у нас не ударил, к сожалению, второй раз. Мне больше всего нравится вот эта вот защита на героях. Когда на них, вот как на ратушу, кидается деф, и вы нифига сделать не можете. Так, 84%. Вот как и на здании. То есть, что за фигня. Вот я хочу пройти на 3 звезды, и мне реально не дают и возможности пройти нет. То есть, тут надо пробовать вариант шапку. Я уже показывал шапку. Я ее специально прокачал для того, чтобы попробовать все пройти. Но надо будет на нее ролик уклонения. Видите, проблемно. Ну, у нас просто зефир тут еще. Количественные сборки. Сейчас мы попробуем другую сборку для него. Вот такую вот. Он у меня просто собран уже не на уклонение, а на точность. Поэтому вариант его здесь использования уже намного хуже. Так, давайте магию возьмем. Она нам потом понадобится. Так, поехали еще раз. Это при том, что, ребята, у меня максимальные сборки героев. Без донатом, я не знаю. Тут сейчас реально сложно будет. Особенно добить по центру. Это что-то нереальное. Смотрите, что... Просто жесть. Его просто унизили. С зефиром. Но зефир будет сливаться на отражалках. Сейчас его рожая у нас тоже будет, скорее всего, сливаться. Он будет бить осур. Ну, пока пробуем. Как видите, зефир, к сожалению, печальный. То есть, вариант такой. Вот выпускаете. Делаете хорошего душика. Выпускаете. Делаете смотра. Сливаете стрелков по возможности смотрителям. Смотр здесь набирается очень быстро. Но опять же, это просто жесть. Я представляю, как здесь без донатом бегать. Это просто бред. Они сделали эти усиления на подземках. Ну, как видите, стрелки... Стрелки все еще атакуют. Так, осур мы практически послевали. Вот в таких вариантах можно было бы попозже выпускать, когда уже еще и здесь осур они еще не всех слили. Так, что там у нас минута 16. Все равно дофигища. Так, включили мы лидяку. 50%, 52% у нас есть. Ну, в принципе, по сути, на одну звезду, там на две, может, бездон пройдет. Внутри звезды, я вот очень сомневаюсь, что без доната, без багов, без ничего здесь просто зафармят. Вот все, у нас вроде уже меньше стрелков. Нужно запустить минотаблика. Вот он 95% ударил. Смотрим, где у нас здание. Кидаем магию. По-моему, только здесь башенки остались, да? Ай-яй-яй, не вовремя, не вовремя. У нас там... 98%. Так, у нас таблетка осталась. Но, видите, таблетку не захватил, не посмотрел. То есть, потом, в итоге, в конце, приходится добивать магии. Только такой вариант. Но, опять же, 98%. Мы все равно на три звезды не прошли. Сейчас, немножко попозже зефира выпустим. А я магию не взял. Это жесть, а не подземки, конечно. Но будем пробовать проходить по одной подземке, хотя бы как минимум. Так, раз-два. Летяха у нас вырубился. Давайте попробуем так, чтобы летяха у нас сразу же врубался. Тогда у нас будет шанс. Неплохой, в принципе. Вот полкарты мы уже вырубили ледяным. Нифига себе, выражая. Видали, как выражаю, у нас ушатали. Это просто капец. Так, летяха хорош. Попробуем, значит, отсюда там. Этого убили. Чтобы он на ас не бегал. Да посмотрите, что делается. Что за фигня? Офигеть. Просто тупо не дают. Как только включается ледяной, нас просто тупо сливают. Да. Так, отлично включился. Пробуем еще разок. Так, ледяху слили. Я надеюсь, будет сейчас все хоть нормально. Смотрите, выражая, просто шатают. Что за фигня? Вот реально. До этого все было good. Сейчас просто тупо жесть. Сейчас попробуем его первым закинуть. Сейчас нормально все. Это бред. То ли мы кого-то активируем, то ли что, я вот не могу понять. Так, ассурики побежали. Сейчас мы будем, наверное, опять сливаться. Я надеюсь, конечно, что нет. Кстати, надо было, наверное... Ой-ой-ой, душик. Посмотрите, душика практически сливают. Что за фигня творится? Вот душика слили. Это просто бред какой-то. То они целых три минуты стоят нормально. Только мы выпускаем ледяку, их начинают сливать. Реально бред. Ладно, в принципе, мы ледяку можем попозже выпустить. Это не такая уж проблема. Просто проценты быстрее бы набирались. Но сейчас посмотрите, сейчас все нормально. Реально какой-то бред. Ну, в итоге, как видите, надо в конце просто добивать магию. То есть, магию ударную надо оставлять на самый конец. Сейчас попробуем где-то до минуты. Потом будем всех остальных выпустить. Ну, самое основное здесь смотр, чтобы он убивал стрелков. То есть, собираете на смотрителя состав. Ну, это просто пипец. Честно говоря. Пока стрелки есть, выражая у нас включаться не будет. То есть, это одна из таких проблем. Что выражение включается. Вот, отлично. Смотр, еще раз ударил. Сейчас, конечно, попробуем где-то запустить. Так, в принципе, можно выпускать, пробовать феникса. Попробуем где-то здесь. Ну, как видите, не включился даже. Пробуем выпускать. Посмотрите, как сливается. Просто жесть. Так, магию мы пока оставляем. Попробуем минотавр-река. Минотавр ударил. Отлично. Отлично, отлично. Так, теперь смотрим по зданиям. Где у нас есть хорошее здание. Выпускаем. Этого все равно маловато, честно говоря. Смотрите, душик, а просто тупо слили. Так, тут у нас зданий много. Вообще жесть. Полная жесть творится. Короче, я не знаю даже. Это просто пипец, ребят. 86%. Это просто какой-то хаос. Давайте еще разок попробуем. Ну, я даже не знаю. Нафига они это сделали? Раньше было все нормально. Сейчас, конечно. С другой стороны, это интерес. Сейчас попробовать пройти. Ну, вот таким вот вариантом можно пробовать проходить. Единственное, видите, у нас не всегда получается проходить с первого раза. Ну, вот если мы запускаем вариант, даже не включается уже. Что это было? Вроде и включился. А вроде и нет. Видите, там быстрее как-то не включается. Ну, давайте еще разок попробуем. Отсюда более-менее он-то, конечно, включается. Мне вот интересно, почему сливают, если мы делаем такой вариант, почему сливают ворожая сразу же после. Как-то странно очень. Только мы выпускаем ледяху, он включается, ворожая сливают. Хотя ворожай соло нормально держит. В принципе, там и не достают, нифига не достает. Смотрите, только начал бить и сразу же слился на отражалках. Хотя он не должен на отражалках сливаться. Сейчас попробуем опять, выражая, выкинуть первым. Просто бред. Смотрите, душик ослили. Вот сейчас ледяха включился. Как-то странно очень. Конечно, этот улетает просто космически. Зефир у нас просто не держится даже толком. Все, его просто нет. Вот минотавр ударил. Давайте еще рез кинем на всех. Посмотрим, что у нас с такой вариацией еще. Зефир улетает. Зефир – это сборка, конечно, для него все-таки с уклонением получше. Но вот странно, что после ледяхи начинает проседать и душу губ, и ворожей. Минута 30 они вдвоем не знают, смогут ли они справиться. Варианты, конечно, есть, но, скорее всего, вряд ли. То есть, какие-то, вот смотрите, ворожая слили. Раньше не сливали, сейчас, конечно, какой-то опять что-то здесь сделали. Но он раньше вообще просто тупо 3 минуты в любой сборке стоял. Сейчас, как видите, он просто тупо ушатывается. Вот я не могу понять, почему так. Каких-то там 13% практически, посмотрите, просто тупо слив. Возможно, еще вариант из-за того, что… Ну, хотя, вряд ли. Из-за того, что юниты сразу летят. Это реально бред. Либо он сливается. Это фигня реально. В общем, единственный вариант – это пробовать с смотрителем сливать стрелков до последнего. По возможности даже, ну, собрать красную, красную, красного смотра. И то это, думаю, не будет особо спасать. Только вариант, чтобы стрелков мы сливали в первую очередь, а потом всех остальных. В общем, не знаю, как видите, рандом полный. Даже на 8-1 подземке. Ну, единственный вариант есть – это, конечно, взять Атланта. То есть, Атланта врубить сюда Атланта. Вместо зефира того же. Оставить Атланта. Но Атланта у меня тут такая сборка, что… Нефти. Вспоменяем. Атланта с маскировкой. Кстати, интересная тема. Чтобы он уходил в Инвиз, а потом включался. Либо включался в Инвизе. Так вот. Вместе. Тут можно не качать. То есть, такой вариант – это чисто слить стрелков. А я там не поставил. Надо поставить. И мою эмблему железки. Тут даже с такой вариацией, я думаю, даже если мы поставим сюда дополнительно кого-то, чтобы негативные эффекты. Вот такой вот вариант. Можно было и Рудольфа поставить. Попробуем. Не добегает. Попробуем учить первым. Что за фигня? Вот посмотрите. Просто бред какой-то. Он стоит, и непонятно, что это. То беги, что ли, уже. Ну, его первым пускать нельзя, потому что его будут сливать. Смотры и остальные. Можно попробовать. Вот Феникс включился. Отлично. Просто тупо не включается. Сейчас попробуем выпустить его вместе с выражаем. Все равно сливает. Как я люблю эти подземки. Вот сейчас он включился. Сейчас, по идее, у нас мы убрали всех стрелков. То есть, такой вариант. Форши и слили. Это просто пипец, ребят. Посмотрите на этот бред. Ну, уже нам, в принципе, стрелки не страшны. Это просто жесть. Просто тупо уже сливаемся на этих, на асах, на отражалках. Если не одно, то другое. Ну, вот опять Атлант включился. Видите, все стрелки сразу же минуснулись. Вот такой вариант. Выражай, теперь у нас будет сливаться на асурах. То есть, что вполне было предсказуемо. Минотавр, даже если ударит, он не ударит много. Вот, видите. Теперь следующий головняк. Один ворожай остался. Это просто пипец. Теперь ворожай у нас сливается на асурах. В общем, буду дальше пробовать вариации разные. Тестить. Я еще раз говорю, я не смотрю. Мне просто интересно. Не смотрю, как другие там бегают по шаблону. Мне интересно потестить свои герои. Но, как видите, либо то, либо то. То есть, вариаций немного. В общем, ждите видосов с прохождением. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok